мажор проходит в южной америке и парни к нему основательно подготовились мы решили их погонять по вопросам о перу чтобы понять насколько они готовы к путешествию в эту страну призовой фонд пополняется подарками за каждый правильный ответ оставляйте комменты под видео и участвуйте в розыгрыше на ответственность именно ответить на вопрос откуда он берет эти факторы всего национальная кухня перу занесена в книгу рекордов гейнесса по этой причине разнообразную точно да брая на точно то а кто ответы придумал пусть это факт ну самая древняя самая соленая сама не вкусно странный ответ самая невкусная даже какое место по площади в южной америке занимает перу третий нет нет никакой третий там идет типа бразилия аргентина вроде но и бразилия перу потом аргентина не сказал бы она но кто на себя берет от бразилия точно тебе больше кто берет ответственность именно ответить на это вопрос урвай больше мне кажется а ты читал я именно готовился к этой викторине а а виталий 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 производил ресерч в интернете поэтому давайте доверимся ему давайте я могу ответить но это третье мне кажется что может быть это правильный ответ в перу крутит у виска когда ну запустил нам очевидно наказки д скорее всего размышляют трудно трудно не вряд ли влюбляются нет мне кажется я скорее всего ну либо этого просто типа с подвохами это этому цель либо но я согласен либо салиба но даже но даже мб это типа с подвохами это просто а типа дефолт я не думаю это же именно викторина по перу поэтому не что думаешь перу чел и размышь ты влагу ставишь теперь размышляешь да я бы на оставил я бы на оставил виталия отвечает нет то есть у нас два за 2dc ну давай доверимся более интеллектуальной группе я доверяю типа сани потому что он в мгл давайте древней скорей всего скорее всего так сразу отвечает что готовился чему я готовил но глубокие протяженные ну тут есть честно тут любой ответ может быть поэтому тут какой древний что может подсказка есть в ноутбул но мы можем можем а у алиса спросить да вот этот вопрос у алиса можно спросить это хороший вопрос виталь давай поговорить с листой и горечь у тебя дома алиса ты снега будешь разговаривать тебя думали что у нас как алиса привет алис опять будет в это привет алис чем знаменит каньон коту аси перу каньон кота оси расположен недалеко от города арикипа в перу и является одним из глубочайших каньонов мира глубина каньона примерно 3354 метра что почти в два раз глубже грант каньона в сша а вы отвечаете от отец глубокий сильно самый высокогорный город в мире тоже находится в перу на какой высоте он располагается ну точно не цене да я думаю это цифры в чем измеряются метрах метро я думаю б не б ты слишком малая счетчу ну я согласен чтобы малый я выбрал уже тогда а я думаю это ответ это мало ребят не сказал бы ты даже вообще понимаешь что ты говоришь это метрах он даже мой даже мой город находится на высоте 1700 где-то ну а тут 2 200 это мало мне кажется почему 2 200 это мало хотя 5 700 находится тува ты понимаешь что это уже высоко 2 200 это еще выше твоего города хотя ты и так живешь на самом ну в россии на самый драк искал на самый высокий я бы знал это примерно 2 200 это как-то слишком мало на 5 100 слишком много тоже это самый высокогорный давайте давайте 70 на 30 вдруг может один уберут и 9к или 8 500 ну хорошо нет нет смысла убирать здесь они уберут именно в этом вопросе есть смысл убирать потому что они могут убрать рандом на один из этих я так они же берут скорее всего самый типа худший да если бы они одному было бы честно короче выбирайте б не-не-не давайте а выбирайте что хотите выбирайте ли я выбираю ты уверен да изи изи для александр этот свет ассоциируется в перу с удачей теперь не знаю даже это очень сложно просто тут любой ответ тоже может быть я думаю либо d либо b нет мне кажется сами либо а либо да короче противов интуиция не осмотрите паре на вот фисташковый цвет вы думаете может с удачей ассоции нет нежно-алый смотрите что не жало я тоже не думаю что там перу вот допустим этот цвет чем-то связан вот что в перу знаменитом мачу-пинчу смотрите в перу с удачей насчета издавна это вот издавна какие-то традиции знаете посудачи значит а вот желтая думаю но это не точно я думаю желтый либо вот а я бы делал а что такое вообще это что вообще такое может булку позвонил я он не будет знать он не будет знать вон загублен так он загублен либо альбе а короче мы понимаем нет что такое вот фуксия это что цвет такой кислотно-розовый вот минут не думали что вот эти вот все типа варианты они слишком легкие поэтому все скорее всего чум не либо это просто желтый просто фуксия нет желтый смотри среди варианты они одинаковые типа легкие а вот фуксия это розовый чему так это розовый как розовый с удачей там некогда как вообще розовый розовый или алый связанную с перу думаю это фон на желтый я думал он ребят давайте можете ошибиться я бы ставил на но давайте мой ответ д легко легкое для чистого не учился в мгу просто на роддоме парни выбирает перу занимает второе место по количеству шаманов в мире кто занимает первое место думаю я думаю либо либо c это точно типа не б не б или гор в индии же больше буддизм ну и что ну там не прямо на как будто вот это конгера я думаю ну вот лихтенштейн не знаю почему ты думаешь такому ну вот по названию страны типа конечно что там что имеешь представление что это страна я имею я имею представление что это точно вот там примерно и шаман не ну типа или конга или непал я могу представьте если бы вы были шаманом где бы вы жили я бы в лихтенштейне не жил бы я бы точно не в непале или не именно самих себя вот вы индия наш знаменит шаманизмом каким же откуда откуда он берет эти факты заменит и шаманит индия откуда у тебя ну ты шутишь что думаешь ты мне тоже был с другой стороны индия это страна где очень много людей население очень огромное шанс больше штамп шансов реально больше потому что конга непалат лихтенштейн это страны у которых очень но не так много людей у них изначально население раза в три-четыре месяца если индия это первое место по количеству шаманов а конга второе а ну можем зарандомить на конга ну я сейчас на мне кажется индия я выбрал индию если бы это был у нас подсказки остались только звонок булку есть 70 на 30 а у него наберет лихтенштейн не надо не допускай тогда он в любой тогда тогда эта рубрика на юзас я между это подсказка юзас тогда будет любом не так это подсказка может быть не из вас если бы они поставили 4 адекватных вариант ответа но до всегда один мусор тут никогда не будет 4 адекватных тут всегда можно с помощью ведутся исключить один неадекватный тут не надо 70 на 30 выбирать точно ну я думал давай давай не давайте просто индия на тени слабый вариант ответ ну это потому что он людей много на коряду ты говоришь что слабый вариант ответа тебя меняется мнение карандаун это логика мгу давай начнем с этого изначально слабый по концепции ответ это не слабо это как раз самый сильнейший ответ с помощью дедукцию как стал александр хэптек маринара национальный перуанский танец имитирует думаю брачный ритуал и птиц смотрите он точно не может имитировать соус для пиццы да для пиццы поэтому точно не вид риллиан и в джунглях мусорный ответ как обычно должен был до рассуждения сказать 70 на рейс он мог рандом не убрать соус для пиццы я отвечаю брачный ритуал подожди корик что такое вот ц это что-то слово танец какой-то но это вряд ли вид ли она в джунглях как будто бы это а если честно нет методом дедукции я сейчас здесь а а мы понимаем самое логичное тут и все но если не процесс тут либо либо цена это национальный перуанский танец что это значит брачный ритуал и птиц ну как танец может быть видом ли она в джунглях ну типа крутится вот так вот для накрылся не испытай соус для пиццы в таком представлении может брачный ритуал птиц но я вижу вот смысл для они типа которая до крутится ну что брачный ритуал птиц ну какие но такой там этот когда трэш какой трэш мы отвечаем как это может быть национальным танцем наш ответ а я могу видеть смысл б потому что тут все вариант они полу бредовые в ляне в ляне и в ритуале птицы есть хоть к это логика какой не они как вообще влияние суть наш они сказали вот так глянуть выбирай соус для пиццы выбирай соус для пиццы давайте давайте хоть раз как не кажется либо цели бах корида тоже имеет смысл типа такой вообще кстати в этом реальный смысл ну я зацеток да ты просто мнение сани копируешь что вы говорили либо либо б а как два человека будет так танцевать типа один бык должен быть что-ли поэтому вряд ли типа один имитирует сани в этом нет логики что два человека танцевать это один танец который изображает ну похож с кориды но я бы не выбрала отвечает егор григоренко отвечать егор григоренко правильна следующий вопрос что изображено на картинке у тебя какие очки сколько какой минус 3 но это точно не игрушка ну это точно не нож хотя потому что это либо дедовый гномик потому что не садовый гномик этого и что может сразу просто убирать этот вариант лопатка не какая-то не такая не валя что играется с такими игрушками какая не валяшка как она тут будет дети педра чем а понимание это либо бэйлиб c это хотя она такая да типа какая она не круглась снизу какая не валяшка посмотри на нижнюю часть честно это на нож похоже на это либо нож либо лопата посмотри иначе не было бы смысла делать нижнюю часть железный что это за лопату по-твоему это лопата по-моему этот так режете я бы сказал что это нож ритуальный я бы то что лопатка и я выбрал сокроваться это легкая легкая такая был байблайн по отца не какой-то нож следующий вопрос а дело просто какой из этих официально признанных чудес света находится в перу почему бы потому что то мать пич ты знаешь что это ну тогда доверить доверяю станет ну давай китайская стена вот это вот что-то связано с хотя ламы тоже перу находится ну и я выбирал между бойцы да сейчас подожди а что такое матч пикчу вроде ты же ты же искал это словосочетание вы че не знаете это город такой типа инков инков потом вот этот город не не если это если это город инков то это скорее всего и правда в перу потому что в перу именно типа с древних времен были было очень много а это что-то в египте да об египте вот это китайская стена именно на цене уверен это тоже по моему что связано с этими челами ну короче это не шри-ланка не не соедет если бы связано с инками давай выбрать б да это короче по короче не так и знал что это может быть ё-моё как так слабовато внимание следующий вопрос чем знаменит этот фонтан в лиме либо цели баба ребят выбирать да цели бы сейчас я бы выбрал бы этом фонтане красивые первого короля перу я бы выбирал дарим хотя хотя тут нет тут либо б либо цев разу фонтане крестят ребят я сейчас надо либо цели бы д ну тогда цедовать либо это просто фонтан если бы это был просто фонтан зачем этого вопроса я бы не было подумай зачем тогда этот вопрос ставить я бы тогда выбрал ради подвоха это просто фонтан я думаю что в этой рубрики начала проверять типа вот в интернете вряд ли можно найти просто фонтан типа да в интернете вряд ли бы еще когда выкладывал конечно это наибольшее количество монет я думаю да согласен даче видно хотя ну я бы выбрал бы вообще хотя но вы можете как могут крестить короля в фонтане потому что это перу а могут крестить на самом деле вы тоже может быть фонтане крестили либо цели в дыре просто либо именно в лиме просто уровень населения они прямо на много денег чтобы люди кидали вот так вопроса фонтан миллион денег причем людям пофиг на один одну монетку это на удачу не кидают какого бы ты ни был типа ну сколько денег не было там одной монетка никому не жалко на удачу я вот счет я вот счет б виталий мельник c отвечает виталий мельник c вариант c что я же говорил ли водкой стали бы хотя бы пиской ну тогда мы уже подумали какой водкой перу занимает первое место по экспорту ты должен был это прочитать виталий ты делал ресерч по перу не успел прочитать это да если выбирать я бы ставил тогда уже а нет кажется либо c либо d лопак это вот в европе где-то да я согласен в европе я читал что это про хлопак но я не помню а ну типа не на вы какие-то очевидные варианты типа кофе там или табак это ну очевидно что может быть я выбрал я выбрал целеба да ну вы когда не слышали что кофе из перу откуда еще ну откуда ты слышал что вот кофе везут разве не из таких стран ну из таких стран теплых да ой в сайбук можно занять давайте так так то лиан короче тут викторина у тебя есть 30 секунд тебе нужно короче загуглить как что в перу короче по экспорту первое место занимает а варианты короче хлопок спаржа кофе и табак поехать ну что по экспорту типа перу что там именно самое ну первое место занимает да у тебя у тебя бесконечное время можешь не торопиться тут лёгко рубик ну что ж подождем я за кофе все за мне 10 секунд нет все семеро одного не ждут поехали кофе правильный ответ спаржи 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 го дашь спасибо талян за развертый ответ спасибо спасибо талян выручил граждане перу обязаны я думаю да ты не можешь быть обязанным типа вот знать язык и танцевать или готовить что-то они могут обязать да я могут обязать только голосовать ну на самом деле знаете язык нет нет там там не знать язык сто процентов населения а ты фан-персон ваш ответ да перу родина я думаю картофеля я тоже думаю картофеля хотя родина картошка это картошки в россии не было точно да она 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 красавица южной америки нет она в европе из европы перекочевала но в европу как она европа на как попала сами подумай я думаю гречки макароны тут очевидные два варианта это а либо д нам надо картошку я думаю гречка картошка картошка это такое типа на цену не как на цену да она везде типа спиру я я бы не сказал что просто в перу много как-то гречки я об этом никогда не сушил гречку эти парни гречку вообще едят других странах цис да угла уровень грамотности в перу перу до 95 грамотности нигде в мире нету сейчас этот парни тут либо либо б либо c и дальше уже вопрос типа я думаю 30 насколько мы уважаем сильно может быть я нет все люди идут школу и 10 процентов не может быть потому что идут школу боссе спорта это довольно таки много него я думаю это изначально вот кто эту статистику типа вот заставляют за какой год стать я думаю за двадцать второй цель надо отвечать ну точно 95 95 это невероятно это не а не да если есть статистика вот грамотность это высшее образование или среднее это среднее смотрите вы можете нам дать к примеру статистику от россии и описать точно нет да он сказал тогда будет очень легко значит он это будет в россии значить цифра около 50 а в перу мы просто меньше бы короче россии не будет пяти в россии в россии под 80 90 если это значит что это будет очевидно что перу 50 смотри если именно имеется ввиду только читать и писать да имеется ввиду на самом простом уровне на вопрос в на адекватном уровне на каком на уровне условно там не за 1 класс что типа на уровне вот где-то 1 класса имеется ввиду нет не обучить полностью умеете читать имеется ввиду я типа первые четыре класса четыре класса 45 классов от заканчивают 95 процент и 95 50 то есть потом ты оцениваешь перу так что типа первые четыре класса в перу заканчивают только 50 процентов людей а чем они чем я думаю да я думаю да я уважаю перу давайте 50 впрочем но это ребята отвечайте когда хотите я логикой говорю что 30 но я вообще если это имеется ввиду только читать и писать вот просто на базовом уровне это может быть и 95 перу же это не совсем типа вот не и 50 отвечайте точно может может быть и 95 но если ты именно вас на самом базовом уровне то я ставил на 95 виталь ты можешь не придумывать самого себя давай начнем с азов с азов типа кем и все что это за страна тогда 50 50 выбирать я знал нам же дают подсказки что ты нас на самом базовом уровне типа вот первые классы там же ну любой человек первый первый класс вообще ответ 30 перу не уважают за людей просто не считают это ты не считаешь дали ты говоришь на 50 процент я думал между 50 90 я уже под конец виталий согласился что один из 5 под конец и задаться в скобочках выбирайте 30 ребят мы для вас 11 подарков по факту 13 должны были ну ладно пишите комментарии мы выберем самый интересный и разыграем с вас